Разберем задачу под номером 17 из тренировочной работы в формате ГИА по математике от 6 мая 2014 года. Два парохода вышли из порта. Один из них следует на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 18 км в час и 24 км в час. Какое расстояние в километрах будет между ними через 5 часов? В географии различают 4 основных направления, так называемые 4 стороны света. Это север, юг, запад и восток. На современных географических картах северная сторона находится сверху. Давайте сразу это покажем. Вот таким образом. Северная сторона находится сверху, юг снизу, запад слева и восток справа. Есть также промежуточные направления. Это в данном случае юго-запад, например, юго-восток, северо-запад, северо-восток. Естественно, вот в эту сторону направлены. То есть стрелочку в другую сторону можно направить. Но эти направления промежуточные нам в данной задаче не понадобятся. Итак, два парохода вышли из одного порта. Один из них следует на север, то есть вверх. Другой на запад, то есть налево. Давайте сразу это покажем. Вот таким образом. Итак, пусть через какое-то время, в данном случае через 5 часов, первый пароход оказался в точке А. А второй пароход через 5 часов оказался в точке Б. Тогда расстояние между пароходами будет равно длине отрезка АВ. Давайте найдем длину отрезка АВ как гипотенузу прямоугольного треугольника. АОВ, гипотенузу прямоугольного треугольника АОВ, потерями Пифагора. В данном случае катет АО – это путь первого парохода. То есть давайте обозначим его С1. И путь равен скорость умножить на время. То есть скорость первого парохода умножить на время. Далее. А длина второго катета ОВ – это путь второго парохода. То есть это С2 равно В2 умножить на Т. В данном случае и первый, и второй пароход прошли данные расстояния за 5 часов. Таким образом, давайте запишем сразу, потерями Пифагора. У нас с вами будет АВ квадрат равно АО квадрат плюс ОВ квадрат. Откуда АВ будет равно плюс-минус корень квадратный из правой части. Но поскольку АВ – величина положительная, это расстояние, значит мы минус перед корнем писать не будем. Сразу запишем, что это будет корень с плюсом. То есть АВ равно корень квадратный из АО квадрат плюс ОВ квадрат. То есть это корень квадратный из суммы квадратов катетов. Подставляем вместо АО. АО – это у нас В1 умножить на Т. В1 по условию задачи у нас равно 18 км в час умножить на 5 часов. Получается 18. Часы у нас сокращаются. Получается 18 умножить на 5 км. То есть 18 умножить на 5, перемножать не будем, км. АС2 у нас получается равно В2. В2 – это 24, то есть 24 км в час умножить на 5 часов. Часы сокращаются. Будет 24 умножить на 5 км. Таким образом, под корнем у нас получается с вами вместо АО мы с вами подставим произведение 18 умножить на 5. И все это в квадрате плюс вместо ОВ мы подставим 24 умножить на 5. И все это в квадрате. Получаются большие числа. Давайте попробуем вычислить данный корень следующим образом. Вот таким образом попробуем вычислить. Давайте представим 18 как 3 умножить на 6. А 24 представим как 4 умножить на 6. Тогда у нас получается 3 на 6 и на 5. А во второй скобке будет 4 на 6 и на 5. Как мы видим, и первая, и вторая скобка содержат произведения 6 и 5, то есть 30. То есть в итоге у нас получается, что в первой скобке можно представить первую скобку как произведение 3 умножить на 30. И все это в квадрате. А во второй скобке у нас будет 4 умножить на 30. И все это в квадрате. Теперь квадрат у нас относится и к первому со множителю и ко второму. Получается это 3 в квадрате умножить на 30 в квадрате. Аналогично можно расписать второе слагаемое. 4 в квадрате на 30 в квадрате. И 30 в квадрате под корнем мы можем вынести за скобку. То есть 30 в квадрате мы за скобку выносим. У нас получается 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Ну и теперь легко все это посчитать. Каким образом? Корень из 30 в квадрате сразу извлекаем. То есть это будет корень из 30 в квадрате умножить на корень из вот этой скобки в квадрате. Почему? Потому что если под корнем у нас произведение двух со множителей, то это значит, что нужно вычислить корень из каждого из этих со множителей и перемножить. Получается корень от каждого из этих со множителей найти. То есть корень из 30 в квадрате это 30 умножить на корень из 3 в квадрате это 9 плюс 4 до 4 16. 9 плюс 16 это 25. Корень из 25 это 5. То есть получается у нас 30 умножить на 5. И в итоге у нас получается 150. То есть это равно 150 километров. Именно этот ответ, именно это число нам нужно записать в ответ. То есть в ответ мы запишем 150. Задача решена.